Интернет полон слухов о новой консоли Microsoft с названием Scorpion. Как и PlayStation Neo, консоль Scorpio будет продуктом нового эволюционного подхода к консолям. Чудо-ящик будет в 4 раза мощнее своего конкурента, потому что якобы хватит уже отставать от ценей и пора возвращать свою долю рынка. И это при том, что ни одна из компаний не делала ни одного официального заявления, но игровые порталы уже заполнены этими слухами и холиварами геймеров. Всем привет, меня зовут Николай, не верьте слухам губанов и вы смотрите новости развлечений. Да, сегодня я снимаю здесь, но это только сейчас такая ситуация, потому что я ремонтирую аркадный автомат и у меня там немножко все хлам, короче говоря, вот. Начинаем. Разработчики игр любят разные красивые жесты доброй воли. Konami сделали для парня из Британии по имени Джеймс Янг механическую руку, в основу которой легла бионическая рука Снэйка из 5-го Metal Gear Solid. Но Konami в последнее время не везет, и рука эта получилась не очень хорошо. Она плохо слушается хозяина, слишком громоздка и тяжела, зато досталась парню бесплатно. Иными словами, пиар хоть и не очень удачный, но свои плоды дает. Внимания у парня сейчас много, может он и заработает на приглашениях на всякие телешоу и презентации, и все равно звучит это все печально. Konami, переставайте так косячить. Художники игры Overwatch тоже стараются дарить улыбки. Они откликнулись на твит одного из игроков, который показал им рисунок своей дочери, где она изобразила нового персонажа для игры. Команда Overwatch нарисовала свой арт по мотивам рисунка девочки, хотя в игру персонажа, конечно, включать никто не собирается. Зато ребенку приятное сделали. А вот китайцам вообще пиар не нужен. Они почти полностью скопировали Overwatch и выпускают его на мобильных платформах. В League of Titans слегка поменяли модельки персонажей, их имена и вуаля, новый хитяра готов. А что, они себе это могут позволить, у них даже с законодательством это не запрещено. Игра Devil's Third Online, в которой мы совсем недавно соревновались в программе «Кто кого» на нашем канале, отправляется на дальнейшую доработку. Разработчики собрали отзывы участников тестирования и решили отложить релиз до осени, чтобы продукт получился максимально готовым к наплыву игроков. В игре появится больше веселых режимов и элементов экипировки. Главный упор в ДТО, напомню, делается в различиях в огнестрельном и холодном оружии, что в результате дает уникальный стиль игры и тонны комических моментов. В данный момент ведется разработка для японского и российского рынков. Бета-тест все еще открыт и подать заявку можно по ссылке в описании. Тем временем на PlayStation 4 запустили Steam. Взломав консоль, уже можно пользоваться не только магазином, но и запускать не сильно требовательные игры. Если энтузиасты не бросят свое занятие, то вскоре можно будет запускать и более серьезные тайтлы. Шах и мат, Гейб! Сказал бы я, но игры-то все равно за деньги. Да и вообще, кому это нужно, кроме хакеров-программистов? Фейт вернулась и готовы бегать на ваших экранах дальше. Куда и зачем, пока непонятно, но трейлер Mirror's Edge Catalyst обещает нам очень красивый экшен, в который так и хочется поиграть. Хотя бы ради графона и атмосферы, происходящего на экране. Релиз намечен уже на 7 июня. В новом трейлере Worms показали огромное количество разнообразного оружия, среди которого есть очень и не очень интересное, но особенно круто, конечно, смотрится вертолет и танк. Ну а брать разработчикам больше и нечем, только новыми способами убийства им можно разнообразить геймплей. Ну а в Doom теперь можно и на тостерах поиграть. В Датском Леголэнде появились рамки для хранения коллекции супергеройских фигурок. На коробке красуется логотип Мстителей, всего можно будет разместить 15 фигурок. Красиво, но в сегменте хранения китайцы по-прежнему опережают официальные продукты. Для LEGO Marvel Avengers вышла DLC, посвященная Человеку-пауку. В дополнение вошли паучок из последнего фильма Капитана Америки, классический Питер Паркер, Майлз Моралес, Железный паук, Алый паук и Женщина-паук. Этому делу даже посвятили эпичный трейлер. DLC уже доступна на всех платформах. Новый полибэк по «Звездным войнам» будет содержать фигурку пилота Эйвинга из анимационного фильма «Повстанцы». Дата выхода и условия получения пока неизвестны. Давайте посмотрим, какие интересные коллекционные фигурки принесла нам прошедшая неделя. Компания NECO специально для грядущего Сан-Диеговского комик-кона выпустит два набора фигурок по мотивам аркадных черепах от Konami. В первый набор, естественно, войдут сами черепахи, а второй посвящен злодеям. Это будет Шреддер и трое футклановцев, раскрашенных в те же цвета, в которых они появлялись в игре. Наборы отлично стилизованы под графику того времени, что подтверждается фотографиями, где фигурки поместили непосредственно в локацию игры. Черепахам в качестве аксессуаров досталось, конечно же, их фирменное оружие, да и плохишей оружием не обделили. Получается очень даже достойный эксклюзив. Pop Culture Shock выпустит фигурку Сайрокса из классического Mortal Kombat. Дизайн персонажа отлично повторяет первое появление киборга в серии, а проработка и покраска у фигурки отличная. Советую обратить внимание. Студия Prime One продолжает выпускать статуэтки по игре Batman Arkham Knight, и пришла очередь двуликова. Этот персонаж всегда смотрится жутковато, особенно если повернется своей обгоревшей частью лица. И эта статуэтка прекрасно передает эти страшные анатомические подробности. Очень странно рядом с детально проработанной кожей и ожогами смотрится прическа, которая сделана немного хуже. Подставка, кстати, тоже стилизована под персонажа. Кстати, Prime One объявили о своем сотрудничестве с Кодзима Продакшнс, и в скором времени стоит ожидать анонса статуэтки Люданса, которого недавно показал публике Кодзима. Правда, кто купит персонажей, еще не вышедшей и в весьма спорной игры? Компания Hot Toys никогда не устает выпускать фигурки по Звездным Войнам. Недавно вот показали нового магистра Йоду. Фигурка сделана великолепно. На теле проработаны мелкие линии морщин и вен, а костюм сделан из ткани, которая очень похожа на ту, что мы видели в фильмах. Для Йоды воссоздали даже окружение, прямо как в сцене из пятого эпизода. Ну и напоследок, традиционно лучшие комиксы недели. У DC вышли 52-е Бэтгелл, Флэш и Супермен, и стартовал комикс DC Universe Rebirth, призванный раскрыть некоторые тайны персонажей. А также вышел первый номер странного комикса про Скуби-Ду с заголовком Апокалипс. В IDW вышел комикс, посвященный 60-летию Диснея Magic Kingdom Comics. А в Marvel, кроме регулярных комиксов, стартовали два новых – Night Hawk и Captain America Steve Rogers. А на этом на сегодня все. Читайте комиксы, ставьте лайки, покупайте лего, ставьте лайки, играйте в Doom на ободке унитаза, ставьте лайки и не забудьте поставить лайк. Пока! Сама статуэтка целиком выполнена из пластика. Очень неплохо покрашена. Высоту ревенанта ровно 30 сантиметров вместе с подставкой. И да, в основании подставки имеются резиновые накладки, чтобы статуэтка не скользила на гладкой поверхности.